Норвегия подарила Великобританию ёлку, традиция такая, с 1947 года, в знак благодарности за помощь во Второй мировой войне. Никто не знает, что дарит Норвегия Советскому Союзу, в частности России, за освобождение Норвегии от фашистов в той самой войне. А за то, что пленные построили в Норвегии железную дорогу и туннели, напишите мне, кто знает. Таким образом, Норвегия хочет заявлять другим странам о себе, рекламу делать, то есть весь юмор в том, какая ёлка дарится. 16 год. Англичане назвали ёлку солёным огурцом. 19 год. Комментарии. На ёлку лучше смотреть в темноте. И. Теперь понятно, как сильно Норвегия ненавидит Лондон. 21 год. Вопрос. За что? И. Когда прибудет остальная часть ёлки? Я опять же вспомнила о вакцине. От Астрозыника стали умирать молодые в Норвегии. Поэтому эту вакцину здесь запретили. И под громким названием «Подарок» отправили в Индию, по-моему. Это больше похоже на поговорку «На тебе, Боже, что нам не гоже». На ТикТоке видела ролик. Вот он. Тут главное комментарий прочитать. Я думаю, они как нельзя лучше подходят под определение норвежского подарка Лондону. А ещё я нашла фото меня в Осло 17-летней давности. Вот. Мой первый Новый год не в России. Видите, вон те картонные колокола на перетяжках через дорогу. Так вот, они на том же месте, в тот же час и в 21-м году. Экспорт подарков в виде ёлок снизился в последние годы, так как это очень затратная статья расходов. Это объясняет, почему такое разнообразие в оформлении улиц в Норвегии на протяжении всего столетия. Обращение к российским властям. Не будьте такими скромными. Заявите о стране. Пошлите в Великобританию тонну морожки на Рождество, рябины красной, ну или замените норвежскую ёлку на российскую. Желательно вместе с игрушками, гирляндами. Счастливого Вам Рождества!